Когда окружает тьма одиночества и не хочется жить, когда появляются мысли, что ты никому не нужен, важно помнить, что Бог рядом с тобой, и Он готов прийти на помощь. Главное — позвать Его. Добрый вечер! В эфире программа «Помолитесь за меня». Спасибо, что вы с нами. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодня вы обрели уверенность в том, что вы очень ценный для Бога, и Он всегда помнит о вас. Программа наша выходит в прямом эфире, и вы прямо сейчас можете к нам дозвониться. Звоните, делитесь своими переживаниями, своими тревогами, молитвенными просьбами, а также радостью. Мы готовы принимать ваши звонки и выслушать ваши искренние просьбы. Связаться с нами можно по стационарному телефону. Номер для жителей Украины 0800 50 157 80. Также специальный номер для жителей России 8 800 118 44. Звонки на эти номера со стационарных телефонов бесплатны. Также вы можете выбрать для себя номер удобного для вас мобильного оператора. Life 093 50 157 80, MTS 066 707 305 и Kyivstar 098 707 305. Присылайте свои сообщения по электронному адресу молитва собачка hope.ua И еще помните, что работает скайп, и вы можете связаться с нами в прямом эфире. Адрес очень простой. Молитва за меня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассников открыта группа «Помолитесь за меня». Там вы можете оставлять свои сообщения, а также молитвенные просьбы и благодарности нашему Господу. А также свои фотографии. Нам очень приятно вас увидеть, увидеть вас, увидеть, как Бог помогает вам. Поэтому, пожалуйста, будьте активны. Если вы оказались в безысходной ситуации, то помните, что Бог есть, и Он знает и не оставит вас в беде. Об этом история нашей гости сегодня. Не пропустите. Владимир, наша программа, как всегда, начинается с новостей. Последние события. И сегодня, знаешь, вначале я бы хотела рассказать такую новость. Наверное, ты слышал уже о том, что происходит сейчас в Японии. Не слышал. Не слышал, правда? Поэтому с большой радостью послушает тебя. А вот послушай, не менее шести человек погибли в результате инцидентов, вызванных тайфуном Фанфона, брушившимся накануне на основную территорию Японии. Кроме того, пятеро числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились около 50 человек. 15 госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее в связи с угрозой затопления и схода оползня рекомендацию об эвакуации получили более 3 миллионов японцев. И на сегодняшний день еще не... Такое большое количество жителей. Еще не все найдены. И продолжается вот эта критическая ситуация. Поэтому я бы просила, чтобы мы сегодня молились об этой стране, чтобы Господь сохранил. И особенно тех жителей, которые вот в опасных районах. Наверняка есть те, кого потеряли родные и близкие, и кто еще в больнице. Будем молиться о них, чтобы Господь сохранил их жизни. Будем молиться о Японии. Я бы хотел предложить помолиться. У нас недавно прошел праздник учителей. И это такая хорошая профессия, начиная от самых маленьких детей, первоклассников до взрослых уже, почти созревших к взрослой жизни молодых людей. Через все эти 11 лет проходят рядом с нами учителя. Несут свой труд. Причем труд не всегда ценится государством в финансовом плане. Труд нелегким, можно сказать. Да, труд нелегким. Поэтому хотелось бы помолиться за всех учителей, чтобы Бог дал им и мудрость, и терпение. Потому что это бюджетная сфера. Сейчас она очень сложна. Переносится в эти экономически сложные времена. Поэтому, чтобы Бог им помог, давал им здоровье и силы. Обязательно давай будем молиться. Ну и продолжаем молиться за нашу страну, как всегда, за Украину. Потому что наши переживания и наши мысли всегда с востоком нашей страны. Сейчас там, где, к сожалению, еще гибнут люди. Дорогой наш Господь и Бог, в молитве мы обращаемся к Тебе и желаем, чтобы Ты услышал нас. Пожалуйста, по милости Твоей, благослови нашу страну. Мы каждую программу обращаемся к Тебе и верим, Господи, что Ты слышишь молитвы тысяч людей, которые взывают о Тебе. Мы знаем, что молятся каждый день сотни тысяч людей к Тебе и просят, чтобы Ты подарил мир для нашей страны. Просим, услышь, Господь, благослови. Ты видишь, Господь, что жители Японии испытывают сейчас большие сложности. И мы просим, Господь, чтобы Ты также благословил власти, чтобы они сделали все возможное, чтобы позаботиться о людях, чтобы никто не пострадал, чтобы никто не был забыт. Господь, пожалуйста, благослови. Также мы просим и об учителях. Господь, мы просим, чтобы Ты давал им особой мудрости, вкладывать в детей не только знания, но вкладывать в них особое отношение и к науке, и к людям, чтобы многие добрые человеческие качества были открыты через учителей. Поэтому просим, особо их поддержи, и духовно, и морально, и физически, и также материально. Благослови, чтобы государство повернулось лицом к этим людям, к этой особо важной профессии. Благослови, чтобы они не чувствовали ни в чем нужды. Верим, Господь, в Твою помощь и поддержку. Аминь. Аминь. Дорогие зрители, помните о том, что работает контакт-центр, и вы можете дозвониться к нам в прямом эфире и рассказать о своей молитвенной нужде. И у нас уже есть первый звонок. Федор с нами на связи. Добрый вечер, Федор. Вы в прямом эфире. Да, добрый вечер. Мне к вам просьба, молитвенная просьба, чтобы помолились. У меня есть нужда с долгами. Так получилось, что я сдал кредит в банке. И не в состоянии оплатить. И в данный момент я не имею возможности. Нет работы. И сам один остался. Жена уехала с ребенком. Хотелось бы, чтобы Бог откликнулся на наши нужды, чтобы вы могли бы помолиться. Мы очень благодарны вам за ваш звонок. И мы обязательно помолимся о том, чтобы Господь усмотрел эту ситуацию и по своей милости нашел работу. Потому что понимаем, что очень многие сейчас находятся в подобной ситуации и нуждаются в том, чтобы заработать средства для жизни. Это действительно серьезный вопрос. Да, очень много людей, которые обращаются и лично ко мне, чтобы помолиться, и на программу к нам. Очень легко можно было брать кредиты в определенное время. Это было настолько доступно. И люди ощущали, что у них есть силы решить все эти вопросы. И возможность отдать этот долг. Да, экономика дала вот такой сбой. И теперь действительно большие проблемы. Будем молиться мы о Федоре. Возможно, у тебя есть просьбы. Да, конечно. Есть просьба помолиться о здоровье Михаила из Одесской области. У него радикулит. Екатерина из Закарпатья благодарит Господа за услышанные молитвы и просит продолжать молиться. Она просила молиться о мужчине. Врачи сказали, что есть надежда, и он будет здоров. Молитесь и дальше, чтобы он принял Христа в свое сердце. Просьба помолиться за молодую семью Виктории и Ивана, чтобы они приняли Господа и вернулись в церковь. Вот такое сообщение есть. И мы обращаемся ко всем нашим зрителям, которые сейчас вместе с нами. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь услышал наши просьбы и благословил. Великий Бог, обращаемся к Тебе с особой благодарностью за то, что Ты с нами, за то, что Ты жизни наши хранишь и даруешь нам милость и возможность обратиться к Тебе. Спасибо за то, что Ты слышишь нас. Мы обращаемся к Тебе, Господь, с просьбами о наших зрителях. Ты видишь ситуацию, в которой сейчас находится Федор. Ты видишь его положение, когда ему нужно отдавать долги, но у него нет возможности, у него нет средств. Мы просим, чтобы Ты по милости своей помог ему найти работу, дарвал ему возможность отдать этот долг. Благослови его здоровьем, даруй ему мудростью, пошли ему нужных людей в помощь, потому что мы верим, что Ты можешь это сделать. Благослови тех, кто в болезни, Господь, кто нуждается в исцелении, тех, у кого сложности в семье, недопонимания, какие-то размолвки. Мы просим, чтобы Ты все усмотрел, подарил особый мир и благополучие. Обращаемся к Тебе с уверенностью, что Ты нас слышишь. Добрый и любящий Бог. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, наш колл-центр работает постоянно, поэтому в любое для вас удобное время вы можете дозвониться к нам, дозвониться к нашим операторам, и они выслушают вашу просьбу, запишут. И во многих церквах, во многих молитвенных группах будет звучать ваша просьба, и многие молитвенники будут молиться о вас. Поэтому, пожалуйста, доверяйте нам, делитесь вашими горем, вашим переживаниями, и мы готовы принимать ваши звонки прямо сейчас. Звоните. У нас есть молитвенные просьбы, которые к нам поступили на протяжении прошлых дней. Такая просьба пришла от Татьяны из Мельницкой области. Она просит молиться за Галину Лукашук. У нее плохо сердце, мы просят молиться об ее исцелении. Марина из Херсонской области просит молиться за семью сына Гернеста. Жена постоянно говорит, что его бросит, и он из-за этого хочет покончить жизнь. И мама видит выход в том, чтобы он принял Господа. Наталья из города Киева просит молиться за сына Даниила. Она спрашивает, что мне делать, где мой ребенок должен учиться. Она хочет, чтобы Господь открыл ей волю свою. Надежда из Никополя просит молиться за мужа Владимира и сына Игоря. Они алкогольно зависимые. И она пишет, что у нас в семье каждый сам за себя. Она хочет, чтобы семья объединилась. Мария из Херсонской области благодарит Господу. Через шесть дней сына отпустили из тюрьмы. У него была проблема с документами в Германии. Спасибо за молитвенную поддержку. Она пишет, что это чудо. Слава Богу, что вот такие чудеса случаются. Я хочу зачитать несколько сообщений. Татьяна, город Киев, просит молиться об Александре, перелом ног после аварии. Евгения просит молиться о здоровье мужа Менингит, а также у своей маме онкология Лариса просит молиться об исцелении гепатит С. Галина просит молиться о здоровье своей маленькой дочери Кристины. Сложные проблемы и большие переживания. Будем молиться сегодня об этих людях. Обязательно к нам дозвонилась Таисия, и мы послушаем ее сейчас. Таисия, добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы к нам звоните? Я звоню с Тарафии, Таратовской области, Лоберезово. Очень приятно. Я хочу поблагодарить Господа за услышанные молитвы, за вас, Владимир и Инесса. Благодарю вас, Господи, за эту передачу. И у меня просьба об общении. Наша маленькая группа сейчас как на фоне распадения, потому что все заболели мои сестры. Раиса, Тамара, Таня и Оля и Настя. Эти сестры, они больны и не могут прийти. И я прошу вас помолиться за них, чтобы Господь исцелил их и духовно, и физически. Чтобы они пришли к Господу и все доверяли Богу, а не врачам. Спасибо большое. Я в таком положении сейчас и не приходят. Я прошу помолиться также, чтобы вы помолились за моих сыновей, Андрея и Алексея, которые сейчас находятся в алкогольной зависимости. И чтобы они пришли к Господу. Моя просьба. Спасибо, что вы к нам дозвонились из России. Божьих вам благословений. Мы будем молиться и надеяться, что ваша домашняя группа не распадется. И сестры, которые заболели, чтобы они смогли присоединиться к вам в молитве нашему Господу. Мне очень приятно, когда наши зрители звонят к нам. Причем я думаю, что эта зрительница не первый раз к нам звонит. Я уже слышала ее голос. Слава Богу, что они с нами. Здесь постоянно зрители, которые ценят молитву и верят, что Господь отвечает на нас. И которые уже ощутили в своей жизни то, что Бог действительно отвечает на молитвы. Нельзя, сестра Таисия, благодарила Господа, что Бог отвечает на молитвы. Правда. Друзья, мы будем молиться. Я хочу поблагодарить еще раз, поблагодарить тех людей, которые стоят сейчас на коленях и молятся вместе с нами. Ко мне неоднократно, где я бываю, в каких городах, подходят люди и говорят, делятся именно таким, что мы стоим на коленях. Как только начинается программа в 8 часов, мы все 45 минут стоим и молимся за всех этих людей. Слава Богу, я очень благодарна Богу за таких людей. Поэтому мы хотим от СНС вместе поблагодарить вас. Мы знаем, что сейчас вы стоите и молитесь. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте наши СНС и руки. Мы нуждаемся в вашей молитвенной помощи и поддержке. Святой Великий наш Господь, мы обращаемся к Тебе. Ты видишь очень много просьб. Есть очень много людей, которые болеют, у которых очень сложное физическое состояние. Есть очень много людей, которые больны алкоголизмом, как сыновья Таисии, Андрея, Алексея. Есть люди, семьи которых находятся в катастрофическом состоянии. Мы просим, чтобы ты особым образом помог. Помог решить те проблемы, которые накопились у людей. Пожалуйста, особым образом благослови. Просим о домашней группе Таисии. Ты видишь, что ее единоверцы, сестры по вере, они заболели. Она переживает, что группа распадется. Поэтому просим особым образом Ты благослови, чтобы они выздоровели. И чтобы они могли собраться вместе, чтобы молиться Тебе, наш Великий Господь. Господь, мы приносим все эти просьбы к Тебе. И верим, что Ты услышишь, и Ты даруешь ответ. Слава Тебе и хвала во веки веков. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, хотим сказать, что мы молимся о Вас ежедневно. Но и сейчас, в прямом эфире, наши молитвы еще не закончены. Но у Вас есть время дозвониться к нам, чтобы мы могли попросить Бога о Вас. Наша программа продолжается. Наталья просит молиться о своей семье, чтобы Господь восстановил отношения с мужем. Анна просит молиться о своем брате, который сейчас находится в тюрьме. Пусть Бог сохранит его и коснется сердца. Ирина просит молиться о своем сыне Максиме, чтобы Господь возродил веру в его сердце. Просьба молиться об Ольге, которая находится в коме после операции на головном мозге. Просьба молиться об Олеге, чтобы Бог освободил его от алкогольной зависимости. Маргарита просит молиться о здоровье своего мужа. Пусть Господь укрепит его силы и благословит. У нас есть зрительница, которая к нам дозвонилась, и Лидия сейчас с нами на связи. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Рада Вас услышать, откуда Вы звоните. Я с Киева телефоную. Очень приятно. Каково Ваше сообщение? Хочу подяковать Богу за эту программу, которая помолитесь за меня. И хотела бы попросить молиться за мою маму, ее звать Валя. У нее хворое сердце. Она минулого року перенесла инфаркт миокарда. И сейчас она проходит обслуживание, чтобы лекари правильно призначили ее ликование. И чтобы, если Господь по его воле, селил маму. Обязательно помолимся. Спасибо за Ваш звонок. Ну а когда будет звучать молитва, пожалуйста, молитесь вместе с нами. Владимир, уже через несколько минут сможем помолиться. Но прежде ответим на вопрос. Да, я уже жду вопрос. Вопрос о молитве. А вопрос сегодня очень интересный. Наш зритель спрашивает. Вот Вы много говорите о молитве. Я Вас слушаю и думаю, почему Вы так уверены, что Вас слышит Бог? Действительно. Вот каждый раз мы с тобой говорим, что Бог слышит. Да, третий сезон. Четвертый сезон, Владимир. Четвертый уже проводим. Да, уже четвертый сезон проводим. А что тебя убеждает в том, что Бог слышит нашу молитву? Знаешь, в первую очередь, наверное, наши зрители, которые звонят и говорят, Вы знаете, Вы помолились, и у меня после программы давление нормализовалось, или решился вопрос, или работу нашел, исцелился. Наши зрители, наши гости, которые каждый раз приходят к нам, рассказывают о том, как молитва просто, может быть, перевернула вот с ног на голову ситуацию, поменяла вообще русло мыслей и направление вообще обстоятельств. Вот это даёт мне такую уверенность, что я всегда могу сказать точно, Бог слышит, даже если не отвечает так, как мы хотим, но Бог слышит. Это важно. Действительно так. Верующие люди определяют, слышит ли их Бог именно по отвеченным молитвам и ещё по внутреннему состоянию своего сердца. Потому что бывает, что ты не получаешь того ответа, которого желаешь, но ты понимаешь, когда Бог к тебе близок, ты понимаешь, почему Бог это допускает в твоей жизни. Это отсутствие ответа. И Бог даёт тебе мир пережить какие-то трудности. Особый мир, да? Особое понимание того, что Бог контролирует эту ситуацию вне зависимости от ответа. Поэтому тот человек, который нас смотрит и задаёт такие вопросы, наверное, мы можем посоветовать, чтобы он был не просто нашим зрителем, а всё-таки попробовал, чтобы он помолился и попросил Господа. И проверьте Бога. Возможно, и Бог к вам прикоснётся, и вы не будете задавать вопросы, а слышит или не слышит. К вам придёт уверенность, что он действительно слышит вас. Помолитесь. Это просто. Мне даже нечего добавить. Это действительно замечательный совет. И мы приглашаем каждого из вас последовать этому совету. Попробуйте, испытайте это в своей жизни. Хотя бы раз попросите Бога, и вы увидите, что он действительно есть, и он с вами. Мы будем продолжать молиться сегодня. У нас уже есть просьба за маму Лидии. Я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили. Может быть, у тебя есть сообщения. Да, у меня есть просьба также. Нас просит молиться Надежда о её сыне Александре. Завтра решается его судьба в военкомате. Надежда из Запорожской области просит молиться о Михаиле и Татьяне. У них онкология. А также о Джеме, болит сердце. Людмила из Полтавской области просит молиться о командире Владимире и его батальоне. Они в очень опасной зоне АТО. Ирина, город Луцк, просит молиться о своих родственниках, которые находятся в дороге. Галина, город Харьков, просит молиться о здоровье Галины Викторовны. Вот такие сообщения есть у меня. У меня есть просьба. Светлана из Киевской области просит молиться за друга Александра. У него нет документов. Во время боя, так понимаю, что он был в зоне АТО. Во время боя он потерял документы. И сейчас его не выпускают из Луганска через блокпост. И просит, чтобы молились, чтобы он мог выехать из этой зоны и вернуться назад домой. Светлана из города Киев просит молиться за здоровье дочери Ирины. Ей 37 лет. Проблема с щитовидной железой. Чтобы проблема решилась. Галина из Тернопольской области просит молиться за свое состояние здоровья. У нее грыжа диафрагмы. Одни врачи говорят лечить, другие говорят оперировать. Тяжелое состояние здоровья. Я разочаровалась, живу одна. Нет никакой помощи. Человек растерян. Я так понимаю, нуждается в том, чтобы определиться, что ей делать. А также нуждается в поддержке. Татьяна Смельницкого просит молиться за Елену. Ей 80 лет. У нее плохое состояние здоровья. А также за Марию. Ей 90 лет. И проблемы также связаны со здоровьем. За Людмилу. У нее проблемы с венами на ногах. Чтобы они приняли Господа. За ее сына Александра и мужа Александра. Чтобы они приняли истину. А также за Валентину, которая пережила инфаркт. И так много разных имен. Но Бог настолько добрый, настолько любящий Отец. Что Он знает каждого человека по имени. Давай будем просить Господа об этих людях. Господь, Отец. Мы с большой верой передаем все эти просьбы Тебе. Мы люди, мы несовершенны. Мы немощны. И у нас нет сил выполнить все эти просьбы. С которыми обращаются люди. Но Ты потому и назван всемогущим. Потому что для Тебя нет ничего невозможного. Ты знаешь каждого человека по имени. Ты видел, когда он родился. Ты знаешь жизненный путь каждого человека. И мы просим сейчас. Благослови. Помоги. Что те, кто находится сейчас в тяжелых ситуациях. Мы просим, чтобы Ты благословил. Чтобы Александр мог добраться домой. Мы просим Господь, чтобы Ты благословил Валентину. Чтобы после инфаркта, чтобы она могла восстановить свое здоровье. Поддержи ее, пожалуйста. Мы просим и за Марию. Мы просим за Елену. Они уже в почтенном возрасте. Но мы просим, чтобы Ты давал им силу. Еще раз просим о тех, кто болен от этой зависимости алкогольной. Люди от отчаяния убегают от Тебя, Господи. И обезболиваются этим зельем. Но мы просим, Господь, достучись до их сердец, чтобы они могли обратиться к Тебе. Благодарим Тебя за услышанную молитву. Я верю в Твою помощь. Аминь. Аминь. Уже скоро в этой студии мы встретим нашу гостью. А пока оставайтесь с нами. В эфире программа «Помолитесь за меня». Мы представляем Вам нашу гостью. А в студии сегодня Светлана Крашевская. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Нам очень радостно представлять Вас сегодня в этой студии. Потому что здесь уже была Ваша дочь. И она рассказывала о том, как Бог вёл её. Это был действительно удивительный опыт молитвы. Но сегодня у Вас также есть своя история. И, наверное, стоит прежде сказать нашим зрителям о том, что история о том, что никогда не надо думать, что ты в безысходной ситуации. Мы начинали эту программу с того, что говорили, Бог всегда с нами. Вы в своей жизни, знаем точно, Вы почувствовали, что Бог с Вами. Расскажите. Я чувствовала, что Бог со мной не один раз. Но последний раз, когда у меня случился приступ панкреатита, это был год назад, я ощутила острую боль. И дочь настояла на том, чтобы вызвать скорую. А Вы не хотели? А я не хотела, я очень сопротивлялась. А Вы были знакомы с тем, что у Вас такой диагноз, что раньше у Вас были приступы? Нет, это был первый раз. Вы, наверное, просто как все мы, боитесь врачей, поэтому не захотели, да? Нет, я много раз была в больницах. Но так как мы сейчас связаны работой, и работодатели не очень любят, когда мы болеем, естественно, я не хотела ложиться в больницу и хотела решить этот вопрос обычным методом. Я думала, что… Переболит. Переболит, да. Но приступ панкреатита — это нелёгкая боль, это очень сильная боль. Это очень сильная боль. И когда дочь видела, насколько мне плохо, потому что была рвота, была высокая температура, и я не могла встать, я была просто прикована к постели… То есть уже тянуть просто было невозможно. Да. И она сказала, я пойду вызову врача, а я уже просто не могла ей ничего сопротивляться. И она вызвала врача, и когда приехала скорая, они поставили предварительный диагноз панкреатит и настояли на том, чтобы меня госпитализировать. Они сказали, что это капельница, пять дней, и вы пойдёте домой. И я подумала, ну, пять дней как-нибудь, это не так долго, я побуду и вернусь. Вы в этом случае больше за работу переживали? Я больше за работу переживала, да. Согласились вы на пять дней? На пять дней согласились. Но пришлось остаться на сколько? Пришлось остаться на две недели, и за эти две недели, несмотря на то, что я была в печёночном центре, это хороший такой центр печёночный, не могли определить, что у меня, потому что диагноз оказался сложнее, чем думали врачи. С одной стороны был дуэденит, язва, а с другой стороны панкреатит. Панкреатит лечится голодом, а язва голода не любит. И в этом была сложность лечения. То есть то, что вам предлагали, вам, в принципе, не могло помочь, да, даже сразу, на первых этапах? То лечение, которое мне назначили, помогло вылечить язву, а панкреатит остался. И когда я подходила к врачам и говорила, мне больно, температура не проходит, я прошла целую эпопею обследований. Это было и дорого, это было и с давлением, потому что нас вынуждали проходить дорогостоящие обследования. И когда я с этим столкнулась, мы очень рады, что Господь помог нам на тот период. Врачи всё-таки смогли обнаружить диагноз, правильно поставить причину, да, что помимо дуэденита ещё есть панкреатит. И пролечили. И я благодарна за молитвы, потому что в тот момент молилась церковь, молилась и домашняя церковь наша, и церковная молитвенная группа молилась. И молились очень многие верующие. И двери в больнице не закрывались, говорили, сколько к вам посетителей приходили. То есть вот эти две недели — это недели молитв, после которых вам становится легче. Да, да. И после этого… То есть не сразу становится легче? Нет, мне стало легче только к концу двух недель. Фактически температура не покидала меня, и боли не покидали. И пока не обнаружили, что у меня панкреатит, и назначили мне препарат, который капает людям после операции, в послеоперационный период. И тогда только я встала на ноги, мне стало легче. И чтобы закрепить результат, мне прокапали ещё одну такую же капельничку. И потом я, как стало легче, стала проситься домой. Вы вернулись домой, но, наверное, предложили вам и диету, и другие какие-то лекарственные средства. Да, мне предложили диету очень строгую. Сказали, что я буду выходить из этого состояния полгода, и нужно будет постепенно вводить в рацион питание по одному продукту в день. С очень строгой диетой. Вы придерживались диеты? Я придерживалась диеты. И так как я вегетарианка, мы с дочерьём придерживаемся этого образа жизни, мы перешли на овощи и фрукты свежие. Я на тот момент не знала, что мне нельзя кушать свежие овощи и фрукты. В том количестве, в котором мы их любим кушать. И у меня произошло через 9 месяцев повторное обострение панкреатита. Вы ощутили тоже боль? Я ощутила тоже боль. И я очень испугалась, потому что первый раз мы потратили достаточно крупную сумму на лечение и на обследование. И мы понимали, что за вот эти 9 месяцев мы лучше жить не стали. Кризис движется дальше. Это опять же повлечет за собой финансовые затраты. И я очень боялась, потому что недавно я болела, и тут опять на работах это не очень любят. И поэтому я стала обросить. Светлана, вы отказывались обращаться к врачам? Отказывалась. Отказывалась, да. Как долго вы решили, что вы не будете обращаться? Насколько вы себе поставили период, когда вам нужно вылечиться? Чему именно четыре? Потому что не больше четырёх дней можно находиться в состоянии голода. Врачи не рекомендуют. При вашем диагнозе. Да, да. И потом нужно питаться, потому что потом… А вы голодали, понятно? Я голодала. Четыре дня? Всяли просто только… Это первое. Голодание или просто это было для вас? Да, это и пост был в этот момент, потому что панкреатит лечится холод, голод и покой. Такое лечение. И естественно… Вы испытывали сильную боль в этой боль? Да, я испытывала очень сильную боль. Она меня уложила в постель, и я не могла встать, не могла принимать пищу. И мы были очень напуганы, молились. И я понимала, что снова лечь в больницу, и мы решили обратиться к Богу, и сказали, «Господи, это не наша прихоть. Мы обращаемся к Тебе. Если с такой периодичность уложиться в больницу, мы просто не выдержим, и наш бюджет семейный не выдержит этого. Ты наш целитель, и мы обращаемся к Тебе». То есть вы дали Богу, по сути, четыре дня? Да, получается так. Хотя мы просто уповали на Его милость, на Его доброту и благодать. Проходит первый, второй день. Вам не становится легче? Мне не становится легче. На третий день к нам пришла сестричка, она доктор, которая поставила капельницу. Мы подумали о том, что то лечение, которое помогло в прошлый раз, возможно, оно поможет и в этот раз. Когда вам прокапывали, и вы решили, что еще раз прокапаться. То есть вы просмотрели историю болезни, выписку, наверное, из больницы, и решили принять те же лекарства. И решили принять тот же препарат. И нам прокапала девочка этот препарат первый раз, потом второй раз прокапала на второй день дома. И боли у меня полностью не ушли, как в первый раз после болезни. И мы просим, Господи, ведь панкреатит, все спрашивают, как же так? Вы же ведете здоровый образ жизни. Почему? Как так возможно даже, чтобы болели? Да, потому что обычно панкреатит у тех, кто выпивает, кто злоупотребляет, питается фастфудами. Жирная пища. Жирная пища. Мы же этого всего не едим. Как же так, Господи, неужели твоя диета не верна? И мы решили, нам рекомендовали, чтобы мы вернулись к мясной диете, потому что нельзя овощи, нельзя фрукты. В сыром виде. В сыром виде. Все только пропаренное, протушенное, в минимальных количествах, строго по переносимости, очень ограниченная, скудная диета. И поэтому нам говорили, вы просто не сможете вернуться. А вы как решили, что надо попробовать придерживаться той диеты, которую предлагают, или все-таки остаться на том этапе, где была я раньше? Мы решили, что Бог не ошибается, когда даёт диету овощную и фруктовую. И мы подумали, что мы попробуем по Божьему методу. И начали просить Бога, чтобы Он вывёл. Каждый день мы, когда готовили пищу диетическую, щадящую, просили Бога, Господи, пожалуйста, мы кушаем то, что Ты дал для самого лучшего, для человека в питании. Помоги, пожалуйста, чтобы было не больно. Светлана, насколько давно был вот этот второй приступ? Прошло чуть больше месяца. Вы сейчас сидите в этой студии, улыбаетесь, мы понимаем, что никаких болевых ощущений сейчас нет. Нет, нет. Бог исцелил Вас? Да. И я уже не только чувствую себя хорошо, я уже могу себе позволить кушать свежие овощи и фрукты с удовольствием. Потому что до этого я ела всё запечённое, всё тушеное, а теперь яблоки, груши, виноград. Светлана, я хотел спросить, но кто-то из наших зрителей скажет, ну вот Вы очень глубоко верующий человек, и Бог должен слышать был Ваши молитвы. Ну и, наверное, человек думает, ну рассчитывал, чтобы исцеление сразу пришло. Я понимаю, что прошло такое определённое время, Господь давал какую-то определённую поэтапность. Почему? Как Вы думаете? Вы нашли для себя ответ. Почему Бог сразу не исцелил, а вот провёл через вот такой длительный путь? Дело в том, что это не первый раз у меня случается заболевание. И я всегда говорю, что я живу по милости Божьей. У меня было много случаев исцеления Божьего и Божьей милости. Просто время передачи не позволяет всё рассказать. Но я думаю, что когда мы встретимся в вечности, будет очень много чудесных опытов. Вы обязательно спросите. Мы обязательно будем рассказывать. Спросите, почему именно так было в Вашей жизни. Все это обязательно нам расскажут. У них такие потрясающие свидетельства. Мы будем рассказывать и делиться и удивляться Божьей милости и благости к нам. Вот Вы сейчас рассказываете, и мы тоже удивляемся. Мы понимаем, что Бог действительно творит чудеса, когда люди особенно в этом нуждаются. И слава Богу, что Вы сегодня пришли и смогли рассказать эту историю. Пусть Господь хранит Вашу жизнь и Ваше здоровье поддержит. И чтобы Вы в своей жизни всегда могли ощутить, что Бог с Вами. Спасибо Вам. Спасибо Вам большое. Друзья, в эту студию мы вернёмся уже через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Помолитесь за меня». И в нашей студии сейчас ещё один гость. Мы хотим представить Вам заместителя и руководителя организации АДРА в Украине. Артём Бехтерок. Артём, добрый вечер. Добрый вечер. Артём, что за организация АДРА, которую Вы представляете? Расскажите об этом. АДРА – это благотворительная организация. Она работает в Украине 20 лет. Занимается помощью пострадавшим людям, людям в нужде. А почему у меня такое название АДРА? Что это означает? Это аббревиатура, сокращенная от Адвентистского агентства помощи и развития. Мы знаем, что организация АДРА сегодня принимает участие в благотворительном проекте «Восточный ангел». Но прежде чем Вы расскажете об этом, вообще расскажите, с какими проектами, в каких проектах вообще Вы работаете на сегодняшний день? Да, вообще в каком направлении Вы работаете? Лично я? Ну, и сама организация. Лично я создаю эти проекты, хожу на разные встречи, мероприятия и организовываю эту деятельность. Сама организация, ну, до этого это были проекты помощи пострадавшим во время Майдана, независимо от того, на какой стране они были, конечно же. Сейчас это конкретно адресная помощь пострадавшим на Востоке, также переселенцам, которые выехали из зоны АТО. А что в себя включает помощь? Да, хороший вопрос. Помощь включает, во-первых, эвакуацию. Потому что мы не можем... Помогаете выехать людям? Да, да, конечно. Потом помощь в размещении людей, то есть поселение их, даем им продукты питания, одежду, воду, генетические наборы, школьные наборы, если есть детки. То есть это в зависимости от нужды конкретной, которая есть у человека. А как Вы находите, ну, например, эвакуация, как Вы находите тех людей? Вы приезжаете туда, и Вы берете автобус или что-либо, какой-либо транспорт Вы возите. Как Вы узнаете у людей, которые хотят выехать, и где Вы? Или как люди узнают, что это Вы, которые могут выехать? Как Вы находите друг друга? Знаете, во время нашей деятельности информация об адре уже существует по всей территории Украины. Особенности в местах, где идут конфликт, ну, где идут военные действия. Люди сами находят нас, тем более у нас есть контактные телефоны, адреса и имейлы, корреспонденты в других азетах в Украине. То есть Вы даете информацию о себе в разных средствах массовой информации, да? Да, но мы работаем вплотную с церковью с 7 дня. Поэтому благодаря нашим координаторам на местах, нашим волонтерам, членам церкви, мы можем вывозить людей. То есть мы можем спонсировать эту деятельность, а те же пасторы, которые находятся в глубинке, в тех местах, где идут бои, они вывозят их в безопасную территорию. Насколько много человек Вы вывезли уже с территории? На сегодняшний день это больше тысячи людей. Каждого Вы расселяете или это люди, которые приезжают к своим родным и близким? В основном люди выезжают сами к своим родным и близким. Но тех, которым не повезло, то есть тех, у которых некуда ехать, мы им предлагаем разные опции. То есть у нас есть так называемая база данных. Мы предлагаем переселенцев, скажем так, вот Вы можете выехать в Львовскую область или Венецкую, Киевскую или Кировоградскую. Они выбирают уже себе, как им удобно, где им будет лучше дальше доживать этот период времени. Где Вы берете средства, чтобы проводить все вот эти проекты? Да, для этого мы пишем проект, пишем бюджет и подаем его спонсорам. До сегодняшнего дня это были мировые организации ООН, которые занимаются едой. Мировая организация еды, WFP, а также ЮНИСЕФ. Это мировая организация, которая занимается детьми. Но сегодня они взяли на себя еще другую функцию. Они руководят проектом ВОЖ, это еда, это вода, про прощения, гигиенические наборы. Поэтому написав проекты, мы их подаем им, спонсорам. Они подают их выше, там, в Цюрих, Нью-Йорк, их штаб-квартиры. Проекты рассматриваются, утверждаются. На сегодняшний день мы получили подтверждение на один из проектов на правительство США на миллион долларов. И еще один проект на 750 тысяч долларов на правительство Канады. Буквально сегодня была встреча у нас с ЭКО, это Европейский фонд помощи. Есть возможность получить миллион триста на продуктовые наборы. То есть это будут продукты? Это будут готовые продукты. То есть уже готовый набор, да? Да, да. То есть через координатора мы его передаем уже лично в руки людям. У нас есть несколько фотографий. Мы можем посмотреть, где жителям Востока раздаются коробки. Вот какая-то определенная помощь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот то, что мы видим. Что вы сегодня можете предложить тем, которые там на Востоке? То, что вы сейчас рассказали, это в будущем, насколько я понимаю? Нет, это уже есть в учрежденное правительство. А вот это сейчас мы видим фотографии. Это где, в каком городе? Это фотографии раздачи еды, продовых наборов в городе Счастье, Сненеца Луганская и город Луганск. Что вы планируете еще сделать в ближайшее время в плане именно благотворительного проекта «Восточный ангел»? Значит, в рамках этого проекта мы будем собирать такие команды, которые будут ехать на Восток и ремонтировать поврежденные дома. На сегодняшний день уже работают группы, которые в голове и с пасторами наших церквей. Это могут быть прорабы, могут быть просто люди, которые имеют какой-то опыт в строительстве. И они ремонтируют крыши, устанавливают окна, которые повреждены, двери и так дальше. То есть, на самом деле, нужды очень много. Это то, что мы делаем. Это маленькая каплика в море, но все же ее... Стоит делать. Она может изменить какую-то жизнь, конечно. Спасибо вам большое за вот эту информацию. Пусть Господь благословит вас в этой работе и поможет тем людям, которые нуждаются. А нашим зрителям мы хотим еще раз напомнить, что вы можете зайти на сайт angel.hope.ua и посмотреть более детально о благотворительном проекте «Восточный ангел». Вы также сегодня можете помочь. Вы видите, насколько большое количество людей задействовано в этом проекте. Но ваши силы нам также нужны. Если вы можете, молитесь об этом. Если у вас есть возможность, помогите средствами, потому что люди сегодня остаются без хлеба, без воды и без еды. Мы просим вашей помощи, потому что верим, что вы можете действительно это сделать. Пусть Господь благословит вас в этом. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Лидия просит молиться о своей сестре Виктории, чтобы Бог коснулся ее сердца и возродил веру. Просьба молиться о Юлии, которая находится в больнице. Пусть Бог благословит врачей установить правильный диагноз. Просьба молиться о Духовном возрождении Людмилы, а также пусть Господь благословит ее семью. Сергей просит молиться об исцелении своего тестя, у которого онкология. Пусть Бог укрепит его. Мы получили очень много молитвенных просьб и хотели бы еще молиться о тех, кто сегодня нуждается в этом. Я зачитаю несколько сообщений. Клавдия, город Киев, просит молиться о сестре Наде. Завтра обследование, она в тяжелом состоянии. А также о ее внуке Ярославе, чтобы он хорошо учился. Любовь Павловна, город Полтава, просит молиться о ворах, ограбивших ее квартиру, чтобы это была их последняя кража. Мы верим, что вы действительно желаете, чтобы они остановились, и мы будем молиться об этом. И еще одно сообщение. Надежда просит молиться о внучке полтора года Евгении, высокой температуры. Мы помолимся об этом. У нас есть звонок, нам дозвонилась Катерина. Мы вас слушаем, Катерина. Спасибо большое, что вы к нам дозвонились прямо из больницы. Для нас это очень важно и очень ценно. Поэтому мы обязательно о вас сейчас помолимся. Будем молиться. Святой наш Господь и Бог, мы благодарим тебя за то, что ты живой и ты приходишь на помощь. Просим о Екатерине, чтобы ты благословила. Она сейчас в больнице и очень нуждается в твоем исцелении помощи. Благослови Господь ее знакомую, Екатерину, которая также имеет очень тяжелые заболевания. Также, Господь, мы просим, яви свою силу. Мы просим о мире для нашей страны. Мы просим о всех тех просьбах, которые не смогли сегодня озвучить. Но мы верим, Господь, и знаем, что ты благословишь и услышишь. Славим тебя, живого и святого нашего Бога. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Друзья, Господь действительно желает благословить каждого из нас. Свои слова благословения Он оставил нам в книге Библии, и мы прочитаем их уже через несколько секунд. Дорогие друзья, мы откроем книгу Иоанн и прочитаем 2 главу и 8 стих. «Когда из немогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Знаешь, я думаю, очень важно нам не забывать все-таки о Боге. Вот в стихе написано «я вспомнила о Боге», но, наверное, нужно в первую очередь приходить к Нему, потому что Он действительно первый, кто может помочь. Важно, дорогие друзья, помнить, что Господь всегда открыт и готов к нам прийти на помощь. Главное — к Нему обратиться в искренний, от чистого сердца молитву, как это сделал Иоанн, когда ему было сложно. Наследуйте Его пример, и Господь обязательно Вас благословит. Мы встретимся с Вами уже в четверг в 20.00 по киевскому времени. До свидания. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»